Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы на канале Молодая Ферма. Чтобы у вас не было такого, что козлята проживают в вашем доме, строительство козовника, часть первая. К нам сегодня приехали строители. Первый день рабочий у них. Начинают подготавливать под фундамент все. Ура! Скоро будет козовник. Мама там все обсуждает, уточняет. Коровки частично пасутся, а частично валяются и балдеют под навесом. Наши собаки развлекаются. У нас здесь полным ходом идут работы. После утренней управы я пригнала трактор. Так работы пойдут быстрее. В этот раз фундаментом у нас занимается бригада. Кто нас смотрел сначала, знает, что когда мы строили коровник, фундаментом мы занимались вдвоем с мамой. Тогда у нас еще не было трактора, грунт приходилось возить тачками. Сейчас у нас уже не одна дойная корова, а четыре. И времени, чтобы заниматься стройками самим, у нас нет. Плодородный слой выкопан. Вчера ребята катывали, сегодня полтора часа. И я вот приехала за час в оставшуюся землю вывезли. У нас там канавы были, и мы их заполнили как раз этой землей. Очень быстро. Маленький мой трактор помогает нам работать. Вожу песок в стопше. Строительство началось с фундамента. Будет плитный фундамент. Другими словами, монолитная плита. Первый этап. Выкопали котлован. Затем уложили геотекстиль. Следом идет песчаная подушка. Тут снова присоединяюсь с моим незаменимым помощником. МТЗ-622. Мы заказывали КАМАЗ песка. Кому интересно, стоимость составила 8500 рублей за машину. Сейчас я вожу песок, а ребята будут распределять его по периметру. Далее строители утрамбуют песок виброплитой. Далее строители утрамбуют песка. Ну что, ребята, разровняли песок и сейчас привезли утеплитель для фундамента. Шесть часов вечера. Строители уехали домой. Завтра сказали, что будут делать опалубку. А послезавтра к нам приедут другие рабочие. Будем копать новый колодец. И сделаем канализацию в козовнике. Ну, я планирую сделать канализацию. Мама пока еще подумывает над этим вопросом. Здесь копать канализацию. А колодец придется копать дальше. Соответственно, его надо будет тянуть к козовнику. Вот пока мы еще думаем. От коровника водопровод тянуть к козовнику и к уличной поилке коров. Потому что она здесь будет обязательно. То есть поилку мы уже купили. Осталось только воду к ней подключить. Водопровод прокопать. И, соответственно, не знаем, как лучше сделать. Тянуть от коровника или новый колодец. Но я же все-таки склоняюсь, что новый колодец не будет лишним. Будет у коровок поилка. Сегодня прикатила им рулончик. Мне как раз строители помогли. Коровки все сено кушают. И через час пойдут на вечернюю дойку. Девочки Роза с Милой себя отлично чувствуют. Без рожек. Теперь не дерутся. И никого не обижают. Сегодня такой красивый закат. Вот они наши. Мила! Роза там спряталась в сено. И Милочка. Темновато, правда, тут. Но надеюсь, что скоро подведем электричество. И у них здесь будет освещение. Ребята опалубку делают. Уже трубы вывели. Вот водопровод. И подканализация. Здорово, как у вас все быстро движется. Ребята уже начали утеплять фундамент. Фундамент мы утепляем. Пеноплекс фундамент. Толщина 100 миллиметров. Почему именно пеноплекс? Потому что он экологичный и безопасный. Так как мы строим козовник. А козы у нас такие нежные животные. Также он долговечный. Срок эксплуатации более 50 лет. И пеноплекс обеспечивает высокую теплоизоляцию. Поэтому у нас будет тепло и комфортно малышам. И не придется их носить домой, прятать. Будут у нас все детишки в козовнике жить. Потому что там будет тепло. У нас скоро будет пуговка катиться. У нее уже наливается вымечка. Поэтому в ближайшее время ждем. Да, Фиона козовника не дождалась. Но надеемся, что пуговка уже будет катиться в новом теплом домике. К нам приехал бетон. Сейчас будем заливать фундамент для нашего козовника. После утеплителя идет пленка. Далее арматура. И завершающий этап заливка бетонным раствором. Кострял. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай. Экстремальные условия у нас. Да, у нас ушли дожди. И весь грунт, конечно. И только вперед. Давай, 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 давай. О-о-о-о, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. ну вот все так и завязали трэш с утра до позднего вечера немножко не успели денька нам не хватило вчера целый день лил дождь дорогу все размыло что такое не везет и как с этим бороться вылез из заточения посмотрите что у нас тут творится еще конечно пошло по плану долго машина подъезжала к нашему будущему козовнику застревала у нас вчера сильные дожди были грунт мокрый но слава богу все-таки доехал до места ребята сейчас бетон разравнивают мама утеплилась уже в зимней курточке а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Я езжу на учебу И сегодня с утра, когда собиралась выезжать в город К нам приехали рабочие Они будут подводить канализацию и водопровод к нашему козовнику То есть уже кольца под канализацию выкопаны Уже колодец стоит Осталось только все это подвезти и проложить трубы Я попросила маму, говорю, поснимай, так интересно, как там дела обстоят А мама уехала в город, в налоговую У нее сейчас идет оформление крестьянско-фермерского хозяйства Вот, поэтому дома никого нету Я не знаю уже на какой стадии работы они там Но вот приеду в деревню, обязательно вам все покажу Самой безумно интересно Вроде как они пообещали, что за один день все это сделают Поэтому посмотрим Сегодня еще мне бы надо съездить на лесопилку Привезти опилки У меня заканчиваются И наверное завтра у меня будет запланирована генеральная уборка по курятникам Вот, и я выселила цесара, как вы знаете, в теплицу Они категорически отказываются там жить И ночуют в курятнике А цесарок у меня 55 штук Соответственно они мне пачкают весь курятник крайне быстро Но я не знаю, каждый вечер хочу их перенести в теплицу И пару дней оставить там, не выпускать даже гулять Потому что я их же переселяла уже два раза Но Я не знаю, что они не путали за неделю Я буду с вами прощаться До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok